Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Ты, Святая Богородица, спаси нас! Светитель, Отче наш Николай, моли Бога у нас! Светитель, Отче наш Николай, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Гермоген, епископ Тобольский, и иже с ним. Саратовский епископ Гермоген, аскет, образованный человек, добрейший и чистый до конца, и безраздельно был увлечен борьбой с нараставшим революционным брожением. Увидев вред Распутину, он хотел взять с него клятву, что он больше не переступит порога царского дворца. Распутин этой клятвы давать не хотел, и епископ Гермоген, стоя випетрофилии, с крестом в руке, проклял Распутина. Он стал телеграммами просить и умолять государя не принимать Распутина. Это обстоятельства и непорядки в управлении епархии привели епископа Гермогена к лишению епархии и к заточению в Жировицкий монастырь Гродненской губернии. После революции его выпустили и назначили епископом Тобольским. В каковом звании он и был членом Всероссийского церковного собора. В 1918 году патриарх Тихон благословил, что по всей России двинулись крестные ходы. Владыка Гермоген благословил на крестный ход и Тобольск. Накануне владыки пришли приказать, чтобы никакого крестного хода не было, или владыку арестуют. На другой день в Тобольском Кремле владыка служил обедний и молебен. Все знали, что крестный ход запрещен. Но загудели колокола, и владыка с духовенством под хоругвами и крестами вышел из собора. Крестный ход совершился. Громадные толпы народа потекли вдоль стены вокруг Тобольского Кремля с пением «Спаси, Господи, люди Твоя!» Тобольский Кремль возвышается над городом. Дом государя и царской семьи ниже Кремля. Со стены были хорошо видны окна Тобольского дома, и за окнами узники «Государь, Государыня, Царевна, Цесаревич!» Владыка остановил крестный ход на том месте стены, откуда был виден Тобольский дом. Запели молебен. Потом владыка один подошел к краю стены. Один стоял он на Тобольском с деревянным крестом. Он высоко поднял крест и благословил царскую семью. Верное воскресенье Владыка Гермоген совершал литургию, а потом вечерню. За вечерней он говорил речь, в которой сказал следующее. «Приближаются дни крестных страданий Христа Спасителя». Душа Божественного Страдальца в ожидании грядущих ужасных мучений томилась с великой тоской, и он искал для себя подкрепление не только в молитве к Богу Отцу, но и учеников своих просил бодрствовать и молиться вместе с Ним, дабы этим облегчить ту великую муку, которая легла всей тяжестью на его плечи. Чувствую и я, что приближаются дни моих крестных страданий, а потому и моя душа в чаянии грядущих страданий томится и мучится тоскою. Посему усердно прошу вас всех, поддерживайте меня и вы в эти дни вашими святыми молитвами. Эта речь его была последней. Уже не пришлось этому святителю служить и поучать свою паству. В ночь на Великий Четверг его арестовали. Православные граждане, движимые любовью к своему архипастырю, установили дежурный караул возле его покоев, надеясь, что они не дадут своего отца на поругание. Но владыка вышел на балкон и стал их просить, чтобы они все разошлись по домам, говоря им, «Не отягощайте без того тяжелого моего положения». Из уважения к словам и личности владыки все разошлись, и в ту же ночь его арестовали, то есть Великую Пятницу, когда схвачен был и Господь наш Иисус Христос. В апреле месяце 1918 года на Страстной неделе епископ Гермоген был арестован и немедленно отправлен из Тобольска в Екатеринбург, где был посажен в тюрьму. В мае месяце делегация от Эперхального съезда в лице члена Московского собора пресежных поверенных Минятова, брата епископа Гермогена, протеерея Ефрема Довганева и тюменьского священника М. Макарова отправилась в Екатеринбург ходатайствовать перед местным совдепом об освобождении епископа Гермогена. В совдепе потребовали выкуп в размере 10 тысяч рублей, а затем сумму выкупа повысили до 100 тысяч рублей. Сумма эта была собрана среди екатеринбургского купечества и внесена по принадлежности, а властями была выдана расписка в получении денег. На следующий день делегация в полном составе отправилась в совдеп в надежде на освобождение епископа Гермогена и больше на занимаемую квартиру не вернулась. Полагается, она была арестована и вместе с епископом Гермогеном отправлена под конвоем в тюмень для следования в Тобольск, где предполагалось учинить суд над епископом Гермогеном. В Тюмени епископ Гермоген вместе с другими арестованными был переведен на пароход Петроград для отправки в Тобольск. Ввиду занятия Тобольска белыми сибиряками, красногвардейцы перед тем, как оставить пароход и бежать на Урал, усинили жестокую расправу над арестованными. Всех их вывели на палубу и приказали немедленно снять верхнюю одежду и обувь. Кто раздевался недостаточно быстро, с того одежду срывали, а затем, раздетых под градом на смешек и прибаутах, предварительно связав руки, бросали с палубы в реку Туру. Епископ Гермоген молился за своих мучителей и благословлял их. Синичные, непередаваемые руганью, сопровождаемые зуботычинами, сорвали со святителя рясу и подрясник, скрутили назад руки. Так как епископ Гермоген не переставал громко молиться, то комиссар приказал «Заткнуть хайло!» Удар кулаком по лицу заставил старца умолкнуть. Затем привязали к скрученным рукам двухпудовый камень и, раскачав, бросили в Туру 16 июня 1918 года против села Покровского. Так показали наследствия матросы парохода Петроград. По изгнанию большевиков, когда вода в Туреу была, на берегу было обнаружено множество трупов, в числе которых было опознано и тело епископа Гермогена. Оно было отправлено в Тобольск и при огромном стечении народа погребено в пещере, где ранее почивали мощи святого Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского и всея Сибири. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.